Привет, бро! С тобой Воблер, и успей поставить лайк за 3 секунды, если ты любишь лето. Считаю. Раз, два, три. Молодец, бро, что успел поставить лайк. Я тоже обожаю лето, потому что летом есть фрукты, клубника, а также тепло. И летом очень долгий день, потому можно долго погулять. Мы сегодня с тобой начнём эпическую битву стигменов, потому что это у нас новая игра, которая называется Stigman World War. Мы сегодня с тобой в неё поиграем, пройдём уровни, и реально посмотришь, насколько она крутая. Игра новая, недавно появилась в плеймаркете, всего лишь парочку дней назад. И мы сегодня начнём прохождение. Здесь есть крутые стикманы, которых мы будем прокачивать. Есть чувак с чемоданом. Также у нас, ребята, есть автоматчик, будет огнемётчик, ракетчик, вертолёт, робот, а также Хаммер. Это реально крутая игра, и мы сейчас начнём проходить кампанию. Первые уровни будут лёгкие, понятно, потому что здесь у нас будет обучение. Ну, а дальше начнётся уже довольно жёсткое сражение. Первый уровень называется Первая кровь. Уничтожить вражескую базу. Как я и говорил, это обучение первое, потому мы здесь быстренько всё будем делать. Ну, а дальше будет реально круто. Потому обязательно, бро, досмотри ролик до конца. Потому что я уверен, если ты досмотришь ролик до конца, игра тебе понравится, и ты будешь в неё играть. Это игра, где мы с стикманами воевали, добывали руду. Только здесь вместо руды у нас уже есть нефтяные скважины. У нас есть сразу какие-то валюта, да, зелёные доллары, наверное. А также есть современные пушки разные. То есть не луки какие-то, а пушки крутые. Представь, огнемёты, там джипы разные, вертолёты, даже роботы. Это у нас современный мир. Так, нам говорят, что стоит нападать уже на врага. Это у нас идёт обучение. И давай, вперёд, вперёд. А мы можем управлять? Да, можем управлять персонажем. Просто у меня ещё кнопки не забинденные. Ладно, всё, отключаемся. Пусть он сам воюет. Давай, давай, пали, вперёд, пошли. Накажем врага. У нас ещё ничего не прокачано, ребята. У нас стоковая команда. Потому, ну, такие вот у нас обычные автоматчики. А дальше они будут с крутыми автоматами. Будут в крутых жёлтых шлемах. Короче, они будут топчиками. Так что я знаю, ребята, о чём говорю. Игра зачётная. Она мне понравилась безумно. И мы сейчас в неё будем играть. Пока что мы с тобой будем просто накапливать армию. Чтобы пойти и сразу завоевать врага с первого раза. Чтобы переместиться на следующий уровень. И мы уже с тобой будем прокачивать наших персонажей. И дальше персонажи наши будут открываться. По уровням. Но у врага они будут быстрее. Потому что нам будет сложнее. Как бы здесь воевать. Давай, вперёд. Пошли, завоюем. Это наша нефть. Уходите отсюда. Вот, ребята, современный мир, как ты видишь, воюют за нефть. Потому что здесь игра показывает современные реалии, ребята. А это чёрное золото. Так называют эту нефть. Вперёд. Давай, давай. Палим, палим. Ещё палим. Замечательно. Давайте, ребята. Воюйте. Ну, ну, ну. Давай, давай. Ещё чуть-чуть. Это у них подкрепление. Ну, не хватает у нас немножко. Ладно. Давай мы насобираем автоматчиков побольше. Ай-яй. Пуля догнала. Хе-хе-хе. Прям в ногу прилетело. Ну, ничего страшного. Это наши работяги. Если раньше у нас были рудокопы, то здесь чуваки приходят сразу с чемоданами и зарабатывают деньги. Я не знаю. Может, они какие-то майнеры. Хе-хе-хе. Может, они сразу на бирже нефть продают. Прям сходу. Ну, они нам уже приносят деньги. Они уже не нефть. То есть, всё, в принципе, правильно. Нам нужны деньги для того, чтобы нанять современную армию. Давайте, пацаны, вперёд. Мы отожмём эту вышку. Давай, палим, палим. Давай ещё. Отлично. У них уже дымится. Их шалаш или что-то такое. Натянут брезентом каким-то. Хе-хе. Палатка. Это их база. И чувак стоит такой там. Отлично. Завалили. И что у нас за награда? Мы можем получить в два раза больше денег и шевронов. А также мы видим бонус. Это какой-то автомат. Мы можем за первый день получить 50 баксов игровых. Дальше будет лучше. Также у нас есть чемодан. Мы зарабатываем ключи. Тут открываем и что-то прикольное будет. У нас есть магазин, где мы за баксы можем покупать разные улучшения. Вот автомат уже за 300 долларов мы купили. То есть нам его дали. Что у нас еще есть? Карта, дружище, компания. Где мы будем проходить эпические битвы будут. Разные юниты. Здесь реально все будет круто. То есть эта игра сделана на базе прошлой игры, где мы с тобой проходили здесь. Потому что карта Марс, Майнкрафт, Луна. Знакома тебе. Игрушки. То есть карты будут те же, но и стикмены будут другие. Другая механика у нас. Круто. Также мы можем здесь зарабатывать. Вот есть шевроны, которые мы с тобой получаем. За деньги. Да, за настоящие. А также зеленую валюту мы получаем за рекламу. Также, насколько я помню, в прошлой игре можно было в онлайне хорошо зарабатывать. Может быть здесь то же самое. Но мы сегодня с тобой будем не онлайн проходить, а будем проходить уже кампанию. Ну, меньше болтать. Давай сразу мы, наверное, выберем улучшения. В улучшении пока что у нас есть рабочий чувак. Есть башня. И есть автоматчик. Давай мы с тобой, наверное, прокачаем немножко рабочего, да? Вот у нас будет обычный кейс. Рабочий вытирает такое лицо. Такой, типа, устал. Думаю, теперь мне придется снова таскать это все. Давай еще раз кейс прокачаем. В принципе, крутой. Также есть шлем у рабочего. То есть у рабочего будет больше здоровья. То есть если по нем будут враги стрелять, значит он все-таки сможет дольше прожить и все-таки дойти до базы. У нас второй уровень. Апокалипсис. Уничтожить вражескую базу. То есть у врага уже есть база. Давай мы здесь сразу сделаем ребят. Включаем. Ага. Что это такое? Мы должны использовать добычу. Сейчас наши ребята будут быстренько все добывать. Это у нас еще идет частично обучение. Да, нас обучают как пользоваться бустами. Все такое, но мы с тобой уже на этих играх, как говорится, все съели. Мы с тобой профессионалы, потому для нас это все легко. Короче, сразу делаем очень много рабочих. Если в прошлый раз рабочие таскали у нас руду и с кирками, то здесь у нас крутые рабочки. Они просто тащат чемоданы денег, дружище. Вау! На нас уже бегут какие-то чуваки. Они хотят, возможно, отжать наши вышки. Прячемся в здание. Давай мы сразу ставим автоматчиков. Они пока что у нас не прокачанные. Но я думаю, что на следующем уровне мы уже их прокачаем и посмотрим, какие же они будут крутые. Вот идут враги. Наша база стреляет. Четыре штуки, ты видишь? Давайте, полите, полите. Нам предлагают аптечку. Ну, зачем аптечку? Мы пока и так справляемся, в принципе. Хотя можно было бы ее получить чисто. Чтоб она у нас лежала здесь в бусте в копилочке, да? Так, строим автоматчиков. Давайте, вот наши автоматчики вышли. Они пока что стоковые. У них такие вот каски или шлема. Да, обычные зеленые. Обычные АК-47, наверное. В будущем у них будут крутые АК с подствольниками, с прицелами. То есть, стоит, в принципе, прокачиваться. Давай мы еще спрячемся на базу. Нет смысла пока что тратить наши войска. Потому что наши базовые чуваки, которые защищают базу четыре штуки, они легко разберутся с этими врагами. Также я вижу, мы где-то в джунглях воюем. Потому что на заднем фоне вулканы. Да, вон там лава застывшая. Выходим в защиту. Чуваки с автоматами. Все, мы можем уже не прятаться. Включаем Х2, ждем врага. И я думаю, что мы сможем ему дать отпор. Ну давай, иди к нам. Где ты там стоишь? Вот враги уже бегут. Ребята, у них чувак с огнеметом. Смотрите, огнеметчик. Сейчас будет нас поджаривать. Сейчас посмотрим, что здесь за механика. Давай, давай, еще стреляем. Ага, огнеметчик должен ближе подойти. Смотри, огнем. Он даже ничего не успел сделать. Пока что огнеметчик, ну так себе персонаж. Потому что он как бы воюет в ближнем бою. И наши ребята с ним легко разбираются. Потому что автоматы стреляют сдалека. Огнеметчику надо подойти поближе. Но может быть в будущих как бы сражениях огнеметчик будет хорошо себя проявлять. Если будет играть против джипов каких-то. Против тяжелой техники. Может он будет поджигать. Пока что против автоматов огнемет как-то не очень-то работает. Как ты видишь, да? Так, включаем Х2. Враги, идите сюда. Да мы вообще можем врага где-то там зажать. Вот они уже идут. Давайте мы тоже нажмем в атаку. Три огнеметчика. Мы их не боимся. Смотри, какая у нас уже армия. Мы защитим нашу нефтяную скважину. Мы, возможно, командир, который работает на нефтяную компанию. На какую-то. Так, ну что ж. Забираем бонусы и переходим к прокачке. Отлично. Нам, ребята, дали уже огнеметчика. Вот какой он. Но пока что мы его прокачивать не будем. Как я и сказал, мне кажется, пока не стоит его качать. А вот автоматчика я бы прокачал. Смотрите, вот он стоит, обычный такой. Давай, наверное, ему автомат прокачаем. Вот. Опа. Смотри, серый автомат крутой такой. Давай еще автомат прокачаем. Вау. Отлично. Ну все, пошли в битву. Дальше у нас уровень апокалипсис идет. То есть мы еще продолжаем воевать где-то на вулкане. Пожалуйста, оцените нашу игру. Я ее оцениваю в пятерочку, потому что она реально крутая и она мне нравится. Уровень 3. Уничтожить вражескую базу. Ну что ж, у нас уже есть, конечно же, огнеметы. Но мы их использовать не будем. Мы будем, конечно, стрелять с автоматов, потому что они у нас более-менее прокачанные, ребята. Мы где-то в пирамидах. Я не знаю, где мы находимся. Сзади какие-то древние города на самом деле. Прячемся быстренько. Давай, давай. Пю-пю-пю-пю. Завалили. Стоим в защиту. Снова ставим наших рабочих, которые ходят и носят деньги. Нормально, ребята. Напишите в комментариях, вы бы хотели чемодан денег или нет, ребятки? Чемодан денег это нормально, мне кажется. Конечно, смотря в какой валюте. Если в валюте местной страны, то это тоже много. Много. Это очень много. Но хотелось бы в какой-то жесткой валюте. В евро, да? В фунтах, стерлингах. Или в долларах США. Короче, прячемся. О, и они тоже отходят. Хитрые, конечно. Давайте наши рабочие вперед. Я уже отправляю автоматчиков. Вот они стоят. Вы видите, у них крутые уже автоматы такие. Вот какие-то песочные. Я им еще сейчас каски другие куплю. Они вообще будут красавчиками. Пока что враги стоят, а мы с вами накапливаем армию. У них уже два рабочих. Ты видишь, у них два чувака с огнеметами. Но я думаю, что у нас все-таки помощнее армия. Потому, в принципе, все хорошо. Давайте еще автоматы делаем. Давайте, пацаны. Возможно, мы даже сейчас и одолеем врага. Пошли в атаку. Вот уже бежит наша армия. Давайте, пацаны, еще строим. Вперед! Мы уничтожим. Смотри, враг не может к нам достать. Огнеметчики не достают. А сзади чуваки что-то там стоят. Ха-ха-ха. Замечательно. Давайте, валите его. Он даже не успел огнемет свой включить. Давай еще. Но огнемет по-любому будет хорош в будущем против машин, мне кажется. Пока они вызвали подкрепление, мы уже победили. Какие-то даже ракеты нам дают. Отлично. Мы с вами прошли еще один уровень. Значит, стоит нам улучшить нашего автоматчика. Иди сюда, мой хороший. Так, давай мы ему шлем купим. Смотри. Серый шлем. Теперь такой вот песочный. А потом, наверное, у нас будет вообще топовый. Смотрите. Пошли дальше по кампании. Уровень 4. Апокалипсис. Уничтожить вражескую базу. У врага тоже есть база. У нас есть уже огнемет. Значит, у врага может быть что-то посерьезней. Когда мы вот так вот проходим уровни, то всегда враги опережают нас по прокачке, по эволюции оружия. Значит, получится, что у них должно быть, по идее, скоро РПГ. Кстати, смотрю на вулканы. Смотрите, ребята, у них края какие-то розовые. Наверное, вулкан джем извергал. Вы видите? На самом деле, смешно так выглядит. Так, давай еще сделаем наших чуваков рабочих. Вот они бегут, смотри. Бежит, бежит такой. Давайте, палите наши. Ну, пока что наши замковые ребята справляются. Которые на базе, да? Которые базу охраняют. Пока что у них все хорошо. Поэтому не вижу смысла прокачивать базу. Но в будущем, конечно, нам придется это сделать. У врага пока ничего нету. Мы получили какие-то ракеты. Давайте мы эти ракеты тоже применим в будущем. Что у нас как-то денег маловато, что ли? А ну, ребятки, носите деньги-то. А где вообще? Они ничего не строят? Включаем Х2 и быстренько наращиваем армию. Вот уже бежит, чувак, смотри. Снайперочек пострелял и убежал. Алло. Так, выходим в защиту. Ты че такой дерзкий? Вот наш парнишка с автоматом. Красивый. Э, кто ему чемодан на ноги поставил? Ему больно. Уберите. Давай, беги, чувак. Вы видели? Прям на ноги чемодан денег. Да как же так? Ну, завалите его. Валите, валите. У нас уже 1700 денег. Пора, ребята, строить. Прячемся на базу. Враги идут и идут. Смотрите. Я думаю, что сейчас мы поставим 12 юнитов и пойдем сразу завалим врага. Хочу нажать вот этот буст для автомата. Посмотреть, что же он себя представляет и как он вообще работает. У нас есть также ракеты. Ребятки. То есть можно ракеты применить. Давай ракету бабахнем. Давай включаем Х2, чтобы быстро у нас тут все строилось. А, я ничего не выпустил. Все, я понял. Вот стоит ракета. Давай ракетами бахнем. Пум, пум, пум. Нормально. Это снайперские какие-то выстрелы были. Смотрите, всех рабочих перебили. У них рабочих нету. Кто им деньги приносит? Я не понял. Рабочих-то нету. Они стоят на месте. А у нас уже армия немаленькая. Давайте мы пойдем в атаку. Я уже использовал один буст. Просто хотел посмотреть, как это все работает. Давайте, пацаны, вперед. Но тут нет никакого сопротивления. Я думаю, что мы сейчас сразу завалим врага. И уровень пройден. Ха-ха-ха-ха. Они по 9 наносят урона, эти автоматы. Вы видите? Чувак с РПГ уже вышел. Но мы успели с тобой, конечно же, завалить вражескую базу. Отлично. Мы заработали уже 100 шевронов. И давай мы с тобой сейчас прокачаем. Не понял, как стоит, по-моему, 2 раза, что ли. Посмотрел ролики, как это много дали. Ну да ладно. Давай мы с тобой улучшения сделаем. Сейчас наш автоматчик будет топовый, ребята. Вы посмотрите. Чувак с РПГ стоит. Вот он. Мы ему крутой сразу шлем. Он такой, как супергерой. Говорит, я красавчик. Я вообще суперский. И крутой автомат. Смотрите, ребята. На автомате есть подствольный гранатомет и снайперский прицел. То есть он будет точно бить в цель. Также мы с тобой можем прокачать, наверное, все-таки нашего чувака. На максимум он все-таки деньги приносит. Потому рабочего давай качнем. Кейс топовый. Он такой, фух, теперь я буду носить очень много денег. Ну и здоровье давай на всякий случай прокачаем. Все, думаю, ну пока шлем не надо качать. Потому что здоровья как бы сильно не надо этому рабочему. Ну а в будущем, когда будет много здесь уже шевронов, мы, конечно же, все на максимум доведем. Самураи, ребята. Посмотрим, что здесь за самураи и что нам придется сделать. Самураи отбить нападение. Нам дается 3 минуты. Я уже вижу по времени. Ну давай глянем, что здесь за самураи. Ничего себе! Вы посмотрите, какие крутые чуваки стоят. Ребята, у них в руках М-очки есть уже глушители на конце, а также снайперские прицелы. Значит, они довольно прокачаны. То есть они хороши. Блин, ничего себе чуваки крутые. Но надо будет с ними разобраться. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять. Пять на четыре, двадцать. И один, двадцать один. Вот для чего нужна таблица умножения. Ребята, учите в школе. Чтобы посчитать стикманов здесь в игре. У нас две минуты, чтобы вообще хоть что-то сделать. Давай посмотрим, насколько крутые наши ребята с автоматами. Ну давай, выходи. Вот, смотри. Вообще крутой ствол. Красавчик стоит. Побольше надо ребят с автоматами поставить. А также, я думаю, что надо поставить чуваков с РПГ. Ну вот эти, конечно, бойцы. Они круто стоят. Я вижу, что у нас осталась одна минута. А медленно строятся юниты. Это значит, что мы не сможем набрать 21 юнит. Если их, скажем, чуваки топовые, прокачанные, то мы проиграем. Значит, нам надо строить РПГ. Потому что РПГ, оно бьет по области. И тогда мы сможем, в принципе, круто здесь наказать врага. Давай. Еще. РПГ это сила, ребята. Смотрите, выходит чувак такой. У него, конечно же, РПГ в руках. А на спине у него рюкзак. Наверное, там он заряды какие-то держит. Прикольненько. Давайте, ребятки, еще. Вперед. Больше РПГ. Остается 33 секунды. Ну, честно, побаиваюсь. Ну, давай мы ускорим. Здесь все побыстрее. Давайте, ребята. Наши рабочие переносят очень много денег. У них уже топовые чемоданчики. Так, поскольку приносят рабочие, давай глянем. С чемодана. 160. Нормально. Так, враги уже нападают. Мы тоже, давай, пойдем в нападение. У нас 4 чувака с РПГ. Ну, давай. Да! Вообще, РПГ жестко наносит урон. Топовые автоматы стреляют по 16 хп. Да? РПГ по 50 выносят. При том, что РПГ, оно не прокаченное. Ха-ха. Рабочие подняли руки. Они, ребята, вообще довольны, что все закончилось. Потому что им бы досталось. Замечательно, ребята. Смотрите, у нас прокаченный автоматчик. Чувак с РПГ. Давай посмотрим, сколько будет стоить улучшение нашего РПГ. По 25. В принципе, нормальная цена. А мы с вами, давай, пойдем подальше. У нас уже самураи, да? То есть, возможно, сейчас будет база самураев. Да, уничтожить вражескую базу. Смотри. У-у-у. Самураи такие крутые. У них база крутая. Смотрите. Давай сразу делаем наших чуваков. Которые будут добывать нам деньги. Давайте, пацаны, вперед. То есть, если у нас РПГ, значит, у них может быть еще мощнее оружие. Хотя, мы видели, что враг уже имеет РПГ. Но они по нам еще ни разу не стреляли. Они просто не успели. То есть, враг всегда на один шаг впереди по прокачке. Давай, больше денег пусть добывается. Давайте, ребята, у нас нефть позволяет. Ну, все. Можно, в принципе, сделать автоматчиков. Потому что автоматчики топовые. Почему враг вообще ничего не выпускает, я не знаю. Смотрите, довольно интересно. Один юнит сидит на месте, а второй что-то носил по сотне. Много раз. Чего? Он робота на нас пустил, ребята! Отходим! Смотри, робот! Он бронированный! Ничего себе! Он уже лазером стреляет по базе! Я в шоке! Давай посмотрим, как наши вообще чуваки с автоматами будут противостоять роботу. У нас нету робота. Я даже не знаю, сколько он стоит. Но по-любому дорого. Если РПГ стоит 500, то робот в районе 1000, мне кажется. Хоть у нас и топовые автоматы. Но не знаю, как они будут справляться против робота. Будем брать количество. Сейчас по-любому робота выпустят. Я хочу просто посмотреть, как наши будут сражаться против робота. У нас 8 штук. 9. А ну, остановить. Не хочу, чтобы они строились. Хочу посмотреть, как наши бойцы разберутся с роботом. Выпускай! Давай своего Кракена! Где ты, Кракен-робот? Я жду. Я даже войска не строю. Хочу посмотреть. Но пока что нам легко, ребята. Приходится. Даже бусты не нужны. Видите? Вот идет робот. Он стоит. Стоит на месте. У нас уже 6000. Давай посмотрим, как наши ребята разберутся с роботом. Я просто хочу посмотреть механику. Робот, возможно, не прокачан. Давай. Ну, он по одному стреляет. Видишь, медленно-то как-то. Так мы завалим, ребята, их. Нам даже и никакие РПГ не надо. Ну, давайте автоматы топовые. Я в шоке. У них робот вышел. На изи размотали. При том, что у нас еще было много денег. Отлично, ребята. У нас тоже уже появился робот. Давайте посмотрим, какой же он крутой. Вот он. У него корпус здоровья. И к урону бластер есть. Ну, робот прикольный, ребятки. Пока что не знаю, стоит ли его прокачивать или нет. Он, наверное, дорогой. Ого. Что это такое? 750 у нас? Откуда у нас столько взялось? Я что-то не понял. Я не знаю, откуда у меня 750 шифронов взялось. Что-то посмотрел ролик. Перезагрузил игру. Ого. Ничего себе. Ну, да ладно. Я не знаю, откуда они, ребят. Честно. Ладно, давай прокачаем нашего чувака. Ну, я как читер, получается. Я вообще ничего не делал. Просто посмотрел ролик. Там установил новые игры. Это подзависло. Думаю, ну, надо перезапустить. Перезапустил. У меня сразу вот сколько добавилось. Ладно. Я не буду сильно прокачивать. Потому что так нечестно. Давайте просто будем прокатить кампанию. Смотреть, что дальше. Слушай, я в шоке. Ну, да ладно. Поехали. Уничтожить вражескую базу. Самурай. А, робот стоит 1200. Ребятки. То есть у врага уже будут роботы. Давай ему ускорение сделаем. Наши ребята рабочие уже топовые, как вы видите. Уже красавчики. Хотелось бы его здесь вот тоже крутого робота призвать. Сколько он вообще стоит, робот? Тысячу. И у нас есть тысячи. Хочу призвать этого вообще монстра. На что он способен? Не знаю. Давайте мы купим за тысячу. Вот мы купим. И сейчас мы его отправим. Понимаю, что это бессмысленно. Но я хочу просто посмотреть, на что он способен. Эй, уходи отсюда. Сейчас я робота отправлю. А, чувак с РПГ бежит. Уже шмальнул разочек. Так, что у нас рабочие вышли? А ну. Короче, давайте мы этого робота призовем. Супер мех. А ну. Ого. Подожди. А, вот он. Я в шоке. Вы посмотрите на этого монстра. Это что такое? Стой, стой на месте. Вообще красавчик. Тысячу баксов стоит. Наши, конечно, здесь рабочие добывают деньги. Но я не хочу больше ничего строить. Одним роботом пойду развалю вражескую команду. Вы готовы, Самурай? А, я же еще могу управлять этим роботом. Подождите. Сейчас я тут все настрою. Так, все. Я настроил клавишу на ПК. Вот. Я управляю роботом. Я иду такой. Я монстр. А ну, как он стреляет? Он ракетами палит. Ну, не сильно-то и быстро вроде бы, но. Ну, давай посмотрим. Да вы меня вообще не возьмете. Огонь. Ну. Держу. Пущ. В ноги мне хорошо накидывай. Давай. На. Еще робот. Ну. Я не смогу этим роботом. Отходим, ребята. Мне нужна поддержка. Или как-то он. Подожди. Я не могу приловчиться. Как стрелять? У него определенная дистанция стрельбы. У него ракеты только с одной стороны получается. А я могу их затоптать? Ну. По мне кто-то с РПГ валит. Короче, я не буду обращать внимания. Я просто буду по базе стрелять. Не, он так хорош бронирован. Но начнем с того, что вражеские войска тоже неслабо нанесли урон. Ну, давай. По самураям с робота. Ну, еще. Чувак с РПГ, надо поближе подойти. Сейчас развалит моего робота за тысячу. Сколько деньги собирал? Собирал. Ну. Стреляй. У них тоже робот. Короче, мой робот не смог одолеть другого робота. Не, я успел. Там у меня вообще чуть-чуть оставалось хп. Я не могу понять одного. Откуда у меня взялись эти стрелочки-шевроны? Я не понимаю. Может, мне повезло. Может, разработчики мне как-то насыпали. И что произошло? Ну, теперь. Ну, я не буду на все прокачивать, потому что это будет читерство. Я хотел проходить игру постепенно. Вот так, как все будут проходить. А теперь у меня супер-прокачка в самом начале. И это будет нечестно. Короче, мы пока ничего прокачивать не будем. Будем по чуть-чуть идти. Да, ребятки. Наш робот еле-еле одолел врага. Я потратил все свои накопления. Это у нас было тысячу. Вот этих долларов игровых. Это в районе где-то 7 долларов. Чтобы вы понимали. Если вот покупать. Ну, тяжело. Они фармятся. А даже у меня 700 шеврона. Вот, смотрите, цифра. Вот 700 была. Откуда она? Это почти. Где-то тоже доллара равно 40. Я не знаю, откуда они взялись. Честно вам признаюсь. Я просто перезагрузил игру. Они сразу появились. Ну, да ладно. Эту тему мы пропускаем. Мы просто будем воевать дальше. И все. Пока ничего не буду прокачивать, ребята. Гавана у нас дальше. Смотри. Гавана. Уничтожить вражескую базу. Так. Ну, как всегда, мы делаем наших рабочих. Тут ничего нового нету. У врагов какая-то база. У них, значит, будут уже самолеты или вертолеты. Так нечестно. Смотрите. У них какой-то гараж сбоку. Значит, будут выезжать какие-то уже автомобили. Или вертушки. Но у нас есть робот сверху. И на нас чувак уже напал в самом начале. Алло. Чувак, ты что такой дерзкий? Уходи. А ну, давайте, ребятки, вперед. Пока не буду прокачивать ничего. Потому что мы и так справляемся. Побеждаем. У нас уже прокачаны автоматчики. Давай. С РПГ бежит. Ну, чувак, ты какой-то дерзкий парень, если честно. Давайте мы РПГ завалим. А потом уже выпустим рабочих. Пусть они нам приносят деньги. И на деньги что мы можем взять? Робота, в принципе. Ну, роботы как-то... Вау! Чего? Что это было, ребят? Это был самолет? Короче, давайте я тоже буду делать чуваков... А, у меня денег нету. Что я делаю? Я нажал РПГ, денег-то у меня нету. Офигеть. Они будут чисто нас бомбить. То есть у меня не будет денег. Вы поняли? Они вырубили рабочих такие. Я не успеваю. Дело в том, что рабочих даже спрятать. Если у них бежит чувак с автоматом, потом чувак на самолете, значит они чередуются и надо прятать. Блин, я ничего не успеваю строить. Рабочие прокаченные, вы видите? Даже не знаю, что мне сейчас делать. Ну, где ваш самолет? Самолет, ребята, вражеский очень быстрый. От него просто так не спрячешься. Короче, пошли в атаку. Не знаю, что это будет, но попробуем хоть по чуть-чуть нападать. Хоть рабочих валить, потому что, чтобы у них меньше денег было. А он с РПГ промазал. Так тебе надо, блин. Ого, в этот раз попал. Вообще косой чувак какой-то. Слепой косой. Куда он стрелял, я не знаю. Давайте, пацаны, стреляйте, стреляйте, стреляйте. Но наши ребята хорошо прокаченные. Мы видим. Так, там строится уже 5 юнитов с автоматами. Включаем их с 2. Мы поняли, что это жесткое, конечно же, оружие. Бомбардировка авиации. Мы ничего сделать против них не можем. Даже не знаю, как мы будем нападать. Ну, будем вот так вот набегами по чуть-чуть. А если они вызовут подкрепление каких-то роботов? Давай, давай, давай. Палим, палим, палим. Пустил РПГ. Минус 3 чувака. Ну, как минус? 50% снесли. Мы должны завалить их. Без роботов, без ничего. У нас прокаченные солдаты. И они сейчас работают. Смотри, бегут с РПГ. Все, валите, пацаны. Давайте, давайте, по чуть-чуть. С огнемета уже подошел, поджарил нас. Вот тебе и огнемет. Смотри, как жарит. Давайте, пацанчики, по одному, по одному. Ну. Короче, наши жестко сливаются. Надо прятаться. Вот сейчас и проявится наша непрокаченная база. Давай, 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 пацанчики. Пожалуйста. Мы, ребята, их завалим. Потом пойдем в контрнаступление и разнесем там уже на базе у них. Давайте вперед пошли. Это пехота с автоматами. Давай. Но если сейчас они вызовут авиацию, то нам, ребята, жестко достанется, конечно же. Вау. Так не честно. Так что мы можем применить? Давай. Автоматы. Огонь. Стреляйте. Ну, я вам бонус какой-то дал, что ли. Зачем я бонус дал, если... О, я понял. По-моему, нам труба. Вот мы и проигрываем. Тут уже надо жестко прокачивать наших. Они с РПГ бьют. Так нечестно. Давай, давай. Надо этих РПГ. Чуваков разнести. Ракетчиков. Так, выходим в защиту. Как-то у нас по деньгам маловато. Давайте, пацанчики. Ну, пошли в наступление. У них один с огнеметом, один с автоматом. База у них тоже до половины вроде бы разбита, да? Давай, давай. Наши автоматы топовые хороши, смотри. Много ХП. Четко стреляет. А у них чуть-чуть на базе осталось ХП. Ха-ха-ха. Разнесли. Ну, авиация-то, конечно, ключ к победе. Ребят, мы еле победили, и это мне не нравится. Мне кажется, стоит уже прокачать нашего чувака с РПГ. Он же ракетчик. Давай мы, наверное, ему сделаем РПГ лучше. Топовое прокачаем. О, вот это базука. И рюкзак, наверное, давай топовый. Смотри. Воу, желтый рюкзак. У него еще и прицел. Я в шоке. Ракетчик топчик. Ну, все. Теперь будем наказывать врага. Уровень девятый. Гавана. Уничтожить вражескую базу. Так, где мы вообще находимся? Сразу делаем много этих наших рабочих. Включаем Х2. Снова у них будет авиация. Как мы будем бороться против авиации, я не знаю. У них есть самолеты, у нас есть роботы. Может быть, роботы как-то противостоят авиации. Или еще как-то. Но чувак с РПГ уже на нас бежит. А ну, иди отсюда, чувак. Ты что? Палите, палите по нему. Разбирайтесь. Отлично. Завалили теперь. Еще, смотрите, огнеметчик бежит. Так, выходим в защиту. Может быть, стоит одного робота хотя бы сделать? Не знаю, как они будут авиацией по нам, конечно же, стрелять. Чувак с РПГ прокачан. Значит, будет и с РПГ один стоять, и будет один с автоматом. Автоматчик, мне кажется, в любом случае нужен, чтобы нашего Ракичика с первого раза не завалили, да? Вот смотри. Идет такой, крутой, стоит. Вообще красавчик. Вдвоем стоят. Ну, давай мы тебе еще поддержку. А ну, пошли в атаку. Мне кажется, они против нас готовят авиацию. Ну, давай. Шмальни. Но! Хорош. С РПГ, давай. Ты сейчас тоже могу, в принципе, РПГ управлять. Так, давай, давай. Я вот возьму РПГ в свой кант. Ой-яй-яй. Я как-то медленно двигаюсь. А как мне стрелять? Я просто могу стрелять? А, у меня ограниченный радиус. То есть я не могу просто взять... О! Я не в ту сторону выстрелил. А ну? А ну, пальну. Да! Надо вниз подойти, ребята. Подожди. Сейчас я прицелюсь. Да! Минус два. Ну, еще. Ай, меня поджарил огнеметчик. Беги! Беги! Я так медленно двигаюсь. Еле выжил. Я в шоке. Еле пережил эту атаку, ребята. Просто, когда ты управляешь персонажем, он медленнее двигается. Хорошо. Отходим, отходи. Надо пальнуть и отходить. Хорошо. Где-то там в углу, ребята, шмалю. Давай, давай. Ну, ну. Отходим, отходим. Сейчас начнет по мне палить. Нет! Он меня завалил. Я умер. Ой, ладно. На робота нету. Короче, пошли в атаку. Пошли в атаку. У нас уже есть один гранатометчик. Он топовый. Не буду им управлять, чтобы он сам по себе быстрее двигался. Но он и стреляет как-то дальше, если честно. То есть он наводит прямо на персонажа. А у меня просто так вот все летит. Отлично. Мы уничтожили. Они ничего против нас не смогли выпустить. Ну что ж, ребята. Вертолет у нас может быть. Авиации я не вижу. Может, вертолет это и есть авиация. У нас чувак с РПГ прокачан. Не вижу смысла пока что дальше ничего прокачивать. Потому что мы и так побеждаем. Идем вперед. Гаван уничтожить вражескую базу. Сразу строим наших рабочих. И, ребята, смотрим, что враги нам в этот раз противопоставят. Может быть, тоже будет лететь авиация. А может быть, уже какие-то джипы выйдут или еще что-то. Можно, в принципе, я не знаю, чувака с РПГ выпустить одного. Пусть он идет воюет или парочку автоматчиков. Пусть они чисто идут и напрягают врага. Правильно? Вот сейчас выбежит наш чувак с автоматом. Давайте, ребята, вперед. Смотрите, мы где-то на берегу находимся прям. И тут нефть нашли, конечно же. Давайте, пацаны, вперед. Валите врагов. Он по базе будет стрелять? Ну, завалил, завалил. Оу. У врага, кстати, хорошо прокачанные чуваки на базе. Потому что нас разнесли. Можно, в принципе, не давать им добывать. Ой, робот вышел. Ого. Робот это жестко. Он уже идет на нас или стоит в обороне? Короче, пошли робота завалим, чтобы они не могли насобирать полноценную армию. Робот слабо стреляет, смотри. Хоть у него много хп, но он такой пиф-паф, пиф-паф. Но если его прокачать, возможно, он еще не прокачан. Давай чувака с РПГ возьмем. У нас такой же будет робот, да? Не прокачан. Он, в принципе, как танк пойдет. О, минус рабочий. Завалить еще рабочих. Ребятки, валите их. Ну, бьем по базе. Мне кажется, что у нас сейчас войска не совсем хорошо собраны. То есть их мало. И, возможно, враги вызовут подкрепление и нам достанется. Ого! Сколько там робота вышло? Три робота? Отходим на базу. Я понял, ребятки. Это жесткое подкрепление. Что у нас еще есть? Они идут прям на нас. Они идут. Они стали. Давайте с РПГ. Ну! РПГ еле-еле валят. Я понял. Нашим жестко достается. И как мы будем их сейчас свалить, я не знаю. Короче, наша база не выстоит. Чувство такое. Да, не выстоит. Надо идти защищаться. Давайте, пацаны. Бейтесь до последнего. Спасите рабочих. Сзади чувак с РПГ-1 стоит. Шмаляй. Минус робот. Он с выстрела валит робота. Сколько было робота вообще? Три или четыре? Мне кажется, все четыре робота. И вот еще пошел. Завалите его, блин. Ну, роботы опасны. Мы идем почти в уровень, ребята, с врагом. Хоть у нас и прокачаны эти персонажи, но у него уже роботы. Он выпускает их пачками. Это Скайнет все. Ай, там какая-то ракета крутая была. Ай-яй-яй-яй. Вот это. Ай, я ее не взял почему-то. Хотел посмотреть, что там за ракеты с неба были бы. Хаммера и вертолета пока что у нас нету. У нас тут тоже как-то не сильно все собирается, если честно. А, есть уже два ящика, которые мы можем открыть. Хорошо, смотрим. Ух ты, ракеты и аптечка. У нас ящики-то есть. И деньги пришли, и все пришло. Ха-ха-ха. Здесь добыча даже. Х2 есть. Ну, неплохо. А тут, конечно, у нас 275 всего лишь долларов. Мы тысячу потратили долларов на робота. Ну, дабы посмотреть, что он себя представляет. Ладно, идем дальше по кампании. Это у нас будет какой-то золотой дракон. Что же ты нам покажешь, золотой дракон? Уничтожить вражескую базу. Возможно, будут какие-то другие юниты мощные, да? Давай глянем, что здесь. Наверное, джипы выйдут. Какой-то странный чувак, на самом деле, там сидит. У них на вышке командир за стеклом прячется. Ну, что ж, включаем Х2. Быстренько выпускаем наших рабочих. Пусть они добывают. Можно сделать парочку автоматчиков. Ну, штук пять. А потом поставим РПГ. И можно выпустить тоже наших роботов, чтобы они уже были. Возможно, он авиацию вот здесь, ракеты использовал. Вот это ракеты и, наверное, авиация. То есть, он по нам бустом даже шмалял. Давай я тоже. Эээ! Че, танк едет? Чего? Это тигр, что ли? Ты че, чувак, откуда у тебя танки? Ха-ха-ха! У нас нет танков, у него есть. Поставил в строительство три ракетчика. То есть, они хотят сказать, что танк круче робота. Ну, пошли на танк с автоматами. Посмотрим, что с этого получится. Ну, огонь. А танк не может по ним стрелять, наверное. Ну, такой себе. Давай, с РПГ. Он большой, но... Ха-ха-ха! Не сильно-то и дамажит. Ну, может быть, он не прокачан. Он еще и блокирует что-то. Выстрелы от автомата. Еще танк! Блин, ну не знаю, что нам делать. Ракетчика может роботов делать. Ребята. Давай, давай, давай. Валите по танку. Блин, будет сложно. Давай мы вызовем ракетный удар. Ну, я нажал. Где ракетный удар? Я не понял, где ракетный удар. Я же нажал. А, это возможно, чтобы наши ракетчики быстрее стреляли. Это не ракетный удар. Это для наших. Все, я понял. Он стоит в защите или он нападает? Что он делает? Я не могу понять. Ладно. Надо больше чуваков с автоматами. Они часто стреляли и валили по танку. Ну, такое себе дело, если честно. У них пока что один танк. Два танка уже. Они танками будут нападать. Вот это вам и золотой дракон. Так не честно. Танками нападать. Давай еще робота сделаем. Короче, сейчас пойдем в атаку. Ну, чуваки с автоматами. Сейчас один РПГ выйдет, один робот. Пошли на танки. Посмотрим, что с этого получится. Ну, пиф-паф. Ну, давай, 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 робот. Давай, ну, неплохо идти с автоматами по танку лупят. Вы видите, по чуть-чуть высасывают у него здоровье. Мне нравятся чуваки с автоматами. Ну, робот. Робот против танка. То кого? Еще робот пришел один. Пиф-паф. Ну, так себе роботы. Ну, стреляй с РПГ, чувак. Он сзади что-то стоит, перезаряжается. О, все, танк убежал. Он испугался. Ну, наши роботы танкуют. Давайте, пацаны, ракетами наказывайте. Давай, давай, больше, больше. Пусть роботы по чуть-чуть стреляют. Если они вызовут подкрепление из танков, я не знаю, сколько там будет танков, то нам реально не поздоровится. Валите этот золотой дракон. Сколько танков выехало? Два, три. Давай, стоим до последнего. Что мы можем выбрать? КП отхилить. Давай хилочку возьмем. Все, у нашего робота максимальное количество здоровья. Давай, стоим. Еще РПГ, конечно, надо против танка. Это само собой понятно, но... Короче, отступаем на базу. Вижу, что нет смысла бороться здесь. У них три танка. Вижу три дула, ребята. Они за нами гонятся. Они поехали в наступление. Нельзя отходить, только атаковать. Давай, давай. Надо базу прокачивать. Давайте, пацаны, боремся. У меня много юнитов стоит в очереди, но они не успевают строиться. Конечно, по чуть-чуть они там что-то выносят. Давай, давай, пожалуйста. Там еще два РПГ в очереди. Давай, давай, давай. Короче, отходим на базу. Мы не можем противостоять им. Никак. Может, наши замковые что-то сделают. Ну, давайте по танкам. Ого! Это первое поражение мое будет. Я не буду проигрывать. Выходим, ребята, выходим. Давай, давай, давай. С РПГ валите, валите РПГ. Заряжайте. Все участвуют в битве. Давайте, пока не бьют по рабочим, мы должны... РПГ, быстрее перезаряжайся. Ну. Сколько? Два танка осталось? Или три? Непонятно, сколько там по стволам. Наверное, три осталось. Давай, 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 дружище. Пожалуйста, один. Давай, еще РПГ. Ну. Блин, проиграли мы. Я в шоке. Резар жмем. Одиннадцатый уровень. Я должен победить в любом случае. Так, нам надо восемь добытчиков по деньгам, чтобы было восемь. То есть, нет смысла нападать на врага, пока у нас не будет вообще топовая армия. Вы поняли? То есть, чтобы забито было 50 очков, надо взять побольше РПГ чуваков. Они у нас прокаченные. Чтобы они уже, ребята, подошли и сразу завалили врага. Я думаю, что враг на нас сейчас нападать не будет, потому что он все равно будет накапливать войска. Надо штук десять автоматчиков поставить. Потом чуваков с РПГ и два-три робота, чтобы они танковали. Потом мы, ребята, придем и завалим базу вообще с первого раза. Пусть он накапливает свои танки. Танки хорошо, побольше РПГ нам не помешает. Просто кто-то должен как-то танковать. Ну, робот может... Робот хитер. Он стоит, получается, сзади. И стреляет по тем чувакам, которые спереди. Разве что, если взять робота и пойти им наперед, чтобы я управлял роботом и как бы танковал, то тогда, может быть, все и получится. А так роботы очень хитрые на самом деле. Они стоят сзади всех. Вот, ребята, я роботом управляю. Видишь, танки уже рядышком стоят. Побольше чуваков с РПГ. Надо все забить по очкам. У нас идет быстрая добыча. Денег. Добыча денег. Мы зарабатываем, потому что у нас нефтяные скважины. Я не знаю, сколько вообще не могут добывать. Они могут заканчиваться или не могут. Может быть, они вообще вечные. Давай еще роботов сделаем. То есть мой план такой. Я на роботе танкую. По мне стреляет. Вот меня, допустим, убивают. А наши сзади там накидывают. Можно, в принципе, взять огнеметчика. Посмотреть, как огнеметчик будет поджаривать танк. Огнеметчиков тоже наберем. Хоть они у нас и не прокачаны. Но пусть жарят врага. Смотри. Очень быстро все делается. Давай еще. А, мы не можем, потому что по очкам. У нас уже максимальная армия. Смотрите, ребята. Сейчас мы накажем врага. Так, выключаем их с два. Еще не построилось. Надо подождать, пока построится. Еще один ракетчик. Ладно, пошли в атаку. Роботы, вперед. Мы должны танковать. Вот я буду танковать. Огонь. Вот я стою. Ребята, принимай на себя урон. Давай, давай, давай. Стреляй. Стреляй. Хорошо. Сейчас выйдет сколько у них подкрепления. Три танка. Или, короче, много что там выйдет. Я сразу на роботе иду вперед, чтобы первому принимать урон от врага. Вот, смотри. Все. Надо было, ребятки, армию делать максимальную. Я просто переоценил свои возможности. Ребята, нам уже открылся какой-то хаммер. Вы посмотрите. То есть здоровье, шанс блока, сверху пушка. Это, ребята, у нас была компания Золотой Дракон. Я думаю, что дальше мы продолжим играть уже в следующем ролике. А с тобой был Воблер. Обязательно подписывайся на канал, если ты еще не подписан. Жми там колокольчик, все уведомления. Смотри все ролики на канале. И будет тебе крутое настроение. Скоро увидимся. Пока.